Здравствуйте, продолжаем изучение закона Флашонара, 45-й день. Мы продолжаем тему условий, которые необходимо соблюсти для того, чтобы можно было рассказать засловие целесообразное. Третье условие. Прежде чем высказаться о ком-то, надо обсудить вопрос с ним самим, приложить все силы, чтобы повлиять на грешника, чтобы он изменил свое поведение. И только при неудаче можно сообщить сведения о нем другим людям. Это условие действительно не в том случае, если нет опасений, что состоявшийся разговор при неудаче затруднит или сделает вообще невозможное достижение желаемого результата другими способами. Прежде чем идти и рассказывать другим, нужно сначала подойти к самому человеку и попробовать на него повлиять. Бывают такие ситуации, что невозможно. Понимаешь, что только повлияешь, он, не знаю, убьет тебя. Попробуешь, если только повлияет. Есть такие люди. Тогда это условие не учитывается. Есть еще шесть условий. Но в основных случаях нужно сначала поговорить с самим человеком. Этот стихтор учит нас помнить о четырех факторах, присутствующих в эпизоде согрешившей и наказанной Мирьям. Первый. Помни, что Господь твой Бог сделал. Помни, что Он наказывает. Второй фактор. Помни, кому было вынесено наказание. Мирьям. Третий. Помни, где это произошло в пути. Четвертый. Помни, когда это было, вы вышли из Египта. Каждый из этих моментов важен для понимания заповедей. Мы всегда должны помнить о них и учитывать их в своем поведении. Итак. Мирьям была наказана царат, духовный прокалец, за то, что плохо отзывалась о братьях. Метцура, после того, как Коэн объявит, что он исцелился, должен пройти процесс очищения, в котором, кроме прочего, должен принести в храм двух птиц. Одну птицу режут, а другую пускают на волю. Медраж так объясняет эти символы. Как зарезанная птица не может вернуться к жизни, так и Метцура не может, естественным образом, выздороветь. Его единственная надежда, тшува, раскаяненная. То есть человек думает, ну хорошо, я заболел, выздоровлю. Говорит, нет, ты должен сделать тшуву, должен вернуться ко Всевышнему, и тогда у тебя пройдет. То есть у твоих проблем есть духовные корни. И исправление находится не в плоскости медицины, потому что медицина там не поможет, а в плоскости тшувы. Как птица, выпущенная на волю, может вернуться к прежнему образу жизни, так и Метцура после раскаяния полностью исцеляется и может вернуться к нормальной жизни среди своих братьев. Но с другой стороны, если медицина тебе иногда говорит, послушай, ты уже останешься инвалидом на всю жизнь, то тшува такая штука, что человек, сколько бы он ни грешил, он может сделать тшуву, он может раскаяться, и он чисто, он абсолютно обратно здоров. Мы уже говорили, что тума, нечистота, болезнь Метцура чрезвычайно тяжела. Метцура должен жить в одиночестве, его одежды следует порвать, а волосы не причесывать, как ускорбящего о смерти близкого родственника. В отличие от всех других нечистых по иной причине. И всякие, находящиеся под одной крышей из Метцура, становятся нечисты. Более того, мудрецы сравнивают Метцеру с мертвецом. Помни, что сделал твой Бог Смирьям. Спасибо большое, хорошего всем дня.